Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Россия Олимпиада в Сочи для них началась еще за сутки до торжественного открытия игр. 6 февраля вечером на лет Олимпийского дворца спорта «Айсберг» вышли участники командного турнира фигуристов. Под флагом России выступали самые титулованные спортсмены нашей сборной. В парах, как всегда, вне конкуренции, наголову сильнее остальных – Татьяна Волосожар и Максим Траньков. За свою короткую программу по мотивам драмы Лермонтова «Маскарад» они получили очень высокие оценки и сейчас ждут, какими будут итоги командных соревнований, завершаться которые на Олимпийском льду 9 февраля поздно вечером. В истории фигурного катания высшего мирового уровня, наверное, были всего три такие пары, которые настолько ярко и настолько искренне могли показать зрителям всю красоту и глубину отношений мужчины и женщины. Такими зрители запомнили Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, Елену Бережную и Антона Сихарулидзе. Такими были Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. И именно так друг для друга катаются фигуристы, которые спустя долгих 8 лет смогли вернуть в Россию золото чемпионата мира в парном катании. Договориться с ними о съемках было непросто, потому что они, первые звезды мирового фигурного катания, не гонятся за известностью во всем, что находится за пределами катка. Для зрителей Первого канала незадолго до Олимпиады они сделали единственное исключение. И даже согласились приоткрыть завесу абсолютной тайны, которая уже несколько лет не дает покоя их поклонникам. Какие на самом деле отношения у Татьяны и у Максима? Мы такие очень, как единое целое. Мне саму это было удивительно, ей это было удивительно. То есть мы в такой одной капсуле как будто бы находимся. И с Татьяной я понял, что это означает. Быть одним целым с кем-то, то есть одинаково дышать в одном ритме. Это как моя рука или нога. Я могу сказать, что я катаюсь для него. И, наверное, это все чувствуют, что есть какой-то между нами, как говорят, химия. Могу сказать, что это от души происходит. Это не то, чтобы мне хореограф сказал или кто-то. Я это чувствую, я просто катаюсь для него. Чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы. Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Сегодня положение дел таково, что судьба первого места на любых соревнованиях полностью зависит от их выступления. Всем известно, если Волосожар с Траньковым катаются без ошибок, никто не в состоянии к ним даже приблизиться. Представляете, какой груз ответственности висит на их плечах в Сочи. Перед тем, как стать первой парой в мире, Татьяне и Максиму и вместе, и порознь, пришлось пройти через множество очень непростых испытаний. Судьба как будто проверяла обоих на прочность, чтобы потом сделать главный в их жизни подарок. Я вот с Таней встал в пару, я считаю, что это моя самая главная победа в жизни. Я теперь катаюсь, чтобы Таня пусть выиграет свое, что все, что она хочет. И все. И тогда я буду удовлетворен. А мне я уже выиграл все, что хотел. Сумасшедшие подкрутки, когда Татьяна из рук Максима улетает, кажется, в небо. Невероятные по амплитуде выбросы с уверенным, четким выездом. Каскады параллельных прыжков. Очень сложные по технике, просто головокружительные поддержки, за которые судьи ставят оценки, как мужчинам за четверные прыжки. Все это на фоне классной хореографии и идеального владения коньком. И в короткой, и в произвольной программе Татьяна и Максим второй год постоянно улучшают свои же мировые рекорды. Благодаря волосожару Транькову у России есть реальный шанс вернуть себе первенство в мировом парном катании. Это сносит абсолютно, сносит в понимании того, что было уже в нашем фигурном парном катании. И такая мощь появилась опять, российская мощь. Скоростная, объемная, амплитудная. Продолжатели лучших традиций и наследники славы наших российских звезд мирового парного катания. Сейчас Татьяна и Максим готовы вообще не уходить с катка, работать хоть день и ночь. А в юности? В юности было по-другому. У Максима точно. Ходили мы на тренировки часто со скандалами. Это город Пермь. Валентина Ивановна, мама Максима Транькова, в Ледовом дворце, в котором сын когда-то делал первые шаги на льду. Заставить его пойти на тренировку в первое время было, прямо скажем, непросто. Он мог бегать по квартире, прятаться. Если уже будучи чуть постарше, его во двор отправишь, пока спускаешься по лестнице, он уже мог во дворе где-то спрятаться. В отличие от Максима Транькова, Таню Волосожар в детстве водить на каток через силу не приходилось. Она пришла вслед за своей старшей сестрой и сразу стало понятно – талант. Мне кажется, с первого дня это стало делом таким всей ее жизни. Было видно, как вот ей очень нравится, она с удовольствием катается. Сейчас чуть поспешила. Просто правую тяни к левой, не опускай ее. Они родились в двух тысячах километров друг от друга. Таня на Украине в Днепропетровске, Максим на Урале. Оба начинали в одиночном катании. До 14 лет я выступала в одиночном катании. В принципе, такой домашний, доморощенный цветочек. Меня оберегали и мама, и папа, и сестра. Истории жизни Тани и Максима развивались по параллельным сценариям. Обоим было по 15 лет, когда их пригласили в свои группы серьезные тренеры. Таня уехала в Киев и несколько лет прожила с мамой. Она очень долгое время как бы заботилась, обо мне опекала. Она меня встречала со школы чуть ли не до 11 класса. Говорю, мама, мне уже стыдно, хватит со мной ходить. Уланова Ирина, Странькова Максим. Слышали голос диктора. С Траньковым катается Ирина Уланова. Помните знаменитую пару 70-х годов? Смирнова-Уланов. Ирина – их дочка. Людмила Станиславовна Смирнова в 98-м пригласила Максима в свою группу. И он поехал из Перми в Петербург в 15 лет. Один. В спортивный интернат его не взяли. И Траньков скрывал от родителей, что в течение трех лет ему, пацану, приходилось жить прямо на стадионе. Рота обслуживания обслуживает двери спорта СКА, так как это с первыми клубами. Ну вот и с солдатами я жил в казарме. Ну как казарме, да. На нарах солдатских этих кровати, вот эти двухэтажные. Сколько он лет был? С 15 до 18. Солдат-то поскорше. Да. Ну меня очень любили, я только сын полка, я не могу вообще ничего плохо сказать о солдатах. Когда ему деньги посылаешь, они куда-то уходили непонятно. И всегда он говорил, мам, не надо деньги. Вот едет кто-нибудь в Питер, ты вот посылай мне продукты. Пара Уланова-Траньков просуществовала три года. И когда она распалась, Максим остался и без партнерши, и без жилья. Расположение роты обслуживания стадиона ему приказали покинуть в течение суток. По сути, он оказался на улице. Но на его счастье, его приняла к себе семья Александры. Его девушки, с которой Максим, начал встречаться, как только переехал в Петербург. Там 18 лет, мы не женаты. То есть папа тоже там, как бы как это так. Папа серьезный, строгий человек. Свою дочку там просто так никому, естественно, не собирается давать какому-то там из Перми парню. Кому попало? Да, то есть мы жили в разных комнатах, все было целомудренно. И у вас там отдельная комната? Не отдельная, я с братом ушел. В начале 2000-х Максим начал кататься с петербургской фигуристкой Марией Мухортовой. Под руководством заслуженных тренеров Людмилы и Николая Великовых пара выиграла юниорский чемпионат мира. И очень часто на соревнованиях выступала вместе и соперничала с украинским дуэтом. Татьяна Волосожар, Станислав Морозов. Всегда получилось так, что мы в одной разминке катались и видели, что мы хорошо исполняем прыжковые элементы, что в принципе оба как бы артистичны и подходим по росту, по каким-то параметрическим данным друг к другу. И говорили уже о том, что возможно они хорошо бы смотрелись вместе. К нам подходили и нам говорили поклонники, ребята, почему вместе не кататься и так далее. Когда я в федерации спросил, вот я хочу скататься с Таней Волосожар, можно ли ее как-то с Украины пригласить, мне сказали, нет, вот Таня со Стасом встречаются, у них отношения, девочка к тебе не поедет, потому что она встречается со Стасом. В тот момент действительно ничто не предвещало, что пройдет время и Волосожар с Траньковым станут парой. Но это будет намного позже. А в те годы у каждого была своя, стабильная и устроенная личная жизнь. Со Стасом, да, я стала встречаться в 17 лет, и мама увидела, что между нами там что-то происходит. Да, конечно, ну, первым, с кем я поделилась, наверное, с мамой. И она уже, можно сказать, передала в мужские руки, вот, и оставила одну в Киеве. Я уже на тот момент стала жить одна с тех пор. Татьяна Волосожар и Станислав Морозов были лучшей парой Украины в течение 8 лет. Но до медалей международных им постоянно не хватало чуть-чуть. Много раз они занимали самое обидное, четвертое место на чемпионатах Европы. И перед ними, как правило, финишировали Мухортова и Траньков. Мария и Максим постоянно находились в поиске. В 2006-м, когда место первого номера сборной России было свободно, Траньков и Мухортова даже пробовали тренироваться у великой Тамары Москвиной. Но долгим союз не получился. Пару месяцев. Она нас тренировала, потом она нас, ну, выгнала, скажем так. Красную карточку я получил. Вы дискутировали с Тамарой Николаевной? Да, постоянно. Ну, это... Как и со всеми своими тренерами. Я не хочу такой программы, я не хочу делать такую поддержку. Это некрасиво. Рыжий делает другую четыре. Крокодил. Сел, встал, все. Ну, у нее сложная позиция. Какая? В обратной. В другой сторону. А, кольцо торсое? Максим Траньков сам поднял тему, которую уже много лет активно обсуждает мир фигурного катания. Его, скажем так, непростой характер. Когда был маленький, там, бывало такое, что чуть ли не до рукопашной со своей партнершей. У меня лучше, у тебя хуже. Из-за тебя проигрываем. Там, виноват ты. Видишь, между ногами как раз стоять. С ликом-то наклонить. И это все давление в мою левую ногу. Бескомпромиссный характер Транькова со временем не изменился. Максим не стал менее вспыльчивым. Но теперь его категоричность в первую очередь направлена уже на самого себя. У него очень интересный, своеобразный характер. Творческий, могу сказать, и настойчивый. Мне очень нравится, что Макс все дела, за что он берется, он их доводит до конца. И я люблю в нем вот эту настойчивость. И в некотором плане, может быть, даже дотошность. Я же разворачиваюсь, жму-то этой ногой, а у меня вес в этой. И получается, у меня она вот так улетает. Спасибо Танечке. Таня у нас золотая партнерша. Ей памятник надо поставить. Как Максим говорит, с чем мне в жизни повезло, так это с партнершей. Абсолютно открытый человечек, с ней очень приятно и работать, и общаться. Она добрая, отзывчивая, такой, знаете, ангел. На Олимпийских играх в Ванкувере Татьяна Волосожер и Максим Траньков еще не катались в паре. Выступали со своими прежними партнерами. Вот кадры, снятые в январе 2010 года. Максим Траньков с Марией Мухортовой и тренером Олегом Васильевым примеряют олимпийские костюмы. А тебе не будут вот эти мешаться нигде? Ничего не будет залезать? Пальца нет? У меня учет такой. Они достаточно узкие здесь. Хорошо. В тот момент на всех троих давила ответственность. Вслух, конечно, никто не говорил, но и так было понятно. Шансы на успешное выступление в Ванкувере есть. Мария Мухортова, Максим Траньков, известная всем пара, которые перспективно, они шли, в принципе, на медаль в Ванкувере. К предыдущей Туринской Олимпиаде Олег Васильев подготовил чемпионов – Татьяну Татьмянину и Максима Маринина. По этой же модели он работал с парой Мухортова-Траньков. В Ванкувере внешне все по-прежнему выглядело более чем благополучно. Но за кадром отношения уже не клеились. На протяжении последних двух лет мне очень часто говорил Олег Кимович спокойно, без каких-то там нервов, что я не очень соответствую уровню его потребностей тренерских, что я Машу там вниз тянул, и что, скорее всего, после Олимпийских игр они Маши будут искать другого партнера. То есть мне это говорилось перед Олимпиадой множество раз. И я спокойно уже смирился с тем, что я заканчиваю после Ванкувера. Уже потом, после Олимпиады, Олег Васильев будет убеждать своего ученика, что таким образом он пытался его стимулировать, пытался заставить работать еще активнее. Но Траньков в это время в своих мыслях был уже далеко. Я, прозвольте, не могу докатать. Я выходил, у меня, извините, тошнило после каждого соревнования. Я там в туалете сидел, потому что у меня не хватало физических, никаких сил. Тем временем Татьяна Волосожар и Станислав Морозов заканчивали совместные выступления. Станислав видел себя уже только тренером. Он еще до Ванкувера ездил в Москву, разговаривал с Ниной Мозор. И они договорились о будущем сотрудничестве. Открытым оставался только один вопрос и самый главный. С кем будет кататься Татьяна и за какую страну выступать? Варианты были, да, у меня Канада, Франция и Россия. В Ванкувере, уже после окончания соревнований, когда все олимпийские нервы остались позади, Транькова попросил о встрече Морозов. Станислав мечтал, чтобы с его девушкой в будущем катался надежный перспективный партнер. Стас позвонил. И я такой говорю, я вот заканчиваю. Я говорю, все. Он такой, ты точно решил? Ну и тут я ему сам сказал, я говорю, ну если Таня захочет продолжить со мной, то я продолжу, с любой другой партнершей нет. Они начали совместную работу через три месяца после Олимпиады. И очень скоро стало понятно, что результат будет. Когда они оделись в уши на каток, взялись за руки и поехали в одном ритме, в одном темпе, в одном направлении, да, то есть и стало понятно, что это хорошо, что это будет. В декабре 2010 года на чемпионате страны волосожар Страньковым уверенно обыграли Юко Кавагути и Александра Смирнова. Ни много ни мало чемпионов Европы. Всего через полгода совместных тренировок. Но главным стартом их первого совместного сезона должен был стать чемпионат мира. Татьяна, Максим и их тренеры решили готовиться в Японии, там, где будут проходить соревнования. Они приземлились в Токио 11 марта 2011 года. Пройдет всего несколько часов, и информационное пространство России потрясет страшная новость. По воде плывут и одновременно горят обломки домов. А в России уже объявили траур практически. И вышла статья, что у них мог быть дебютный чемпионат мира. Сейчас об этом они вспоминают с улыбкой, но тогда было не до смеха. Потому что в то время, как фигуристы и тренеры ехали в поезде, на Японию обрушилось разрушительное землетрясение. Журналисты пытались до них дозвониться, но мобильная связь не работала. И тогда кому-то пришло в голову вбросить на ленты информагентств и жареный факт. Дословно. Волосожар Страньковым пропали, возможно, стали жертвами землетрясения. Что это мог бы быть их первый чемпионат мира, там фотография наша с Максимом была. Эти жесткие предположения вскоре услышали и родственники, которые в течение нескольких часов тоже не могли связаться ни с Таней, ни с Максимом, ни с их тренерами. У меня мама как бы в неизвестности сидела там два часа. Она говорит, я вообще не в адеквате была, не знала, что делать. Прихожу домой, включаю телевизор, землетрясение в Японии. Ну, у меня, конечно, истерика началась. И я звонила, ну, всем. И в Москве, и их телефоны не отвечали. Состояние жуткой неизвестности для родственников растянулось на ужасные пять часов. Все это время Таня, Максим и их тренеры, они благополучно сидели в поезде и поначалу ни о чем даже не догадывались. Когда телефон включился на ВОСОКе, где мы вышли, и заработал, то там было порядка 38 каких-то сообщений, пропущенных 53 звонка, и телефон беспрерывно звонил. А что с вами? Вы где? Вы живы? Потом перезвонил Александр Георгиевич Горшков, Юрьевич Нагорных, дрожащим голосом. И Горшков меня спросил, как вы себя чувствуете? А мы же не понимаем, у нас же нет информации, что землетрясение за нашей спиной произошло. В Японии они провели почти неделю. И только когда было уже официально объявлено, что чемпионат мира там состояться не может, команда Нины Мозор вернулась в Россию, домой. Но вслед за ними вскоре к нам подтянулась и вся остальная мировая элита фигурного катания. Потому что спустя месяц именно Москва принимала отмененный в Токио чемпионат мира 2011 года. В Ледовом дворце «Мегаспорт» все пять дней чемпионата был аншлаг. Запредельный ажиотаж. К выступавшим за нашу сборную фигуристам колоссальное внимание. И в таких условиях волосожары Траньков впервые выступали на серьезных соревнованиях. Это был уже не дебют, скорее боевое крещение. Страшнее, я не знаю, старта в жизни у нас не было, Станя, чем этот фигурный. Потому что это такая репетиция перед Олимпиадой, я думаю, была в Сочи. Когда ты приходишь, это целая ходынка с русскими флагами. Вот это Россия, 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 Россия. То есть это было такое событие, я никогда, наверное, не забуду. Вот как это было. Они выходят на короткую программу. Темные лошадки. Известные по предыдущей спортивной жизни с прежними партнерами. Но вместе пока еще новички. Напряжение колоссальное. Потому что сколько было спортсменов, добившихся определенных успехов с предыдущими партнерами. Которые потом вставали в новую пару и исчезали навсегда. Мы впервые встретились со всеми. Нас не знали судьи, нас не видели, нас никто не видел. Мы вышли и катались. Адреналин такой был, бешеный. И сердце колотилось, и ноги ватные, и все. В принципе, мы безумно рады, что мы справились на тот момент с этим волнением. Пределом мечтаний на этом турнире для них было место в первой шестерке. Но после короткой программы на своем дебютном чемпионате мира волосожар с Траньковым идут третьими. Они лучшие среди всех российских пар. Впереди только чемпионы мира из Германии. И китайцы, серебряные призеры прошлогодней Олимпиады. Нервное напряжение возрастает. Это тренировка в день произвольной программы. Волосожар с Траньковым дебютанты готовятся выйти в сильнейшие разминки. И жребий к ним беспощаден. Им предстоит кататься последними. Каждый фигурист знает. Это значит на пике нервов. Я сидела, коньки расшнуровала, ждала нашего выхода. Там что-то там, ну бегала, прыгала и охранник сидит. Ну что же ты так волнуешься? Нормально будет. Вот спасибо вам большое. Где-то меня это может быть и успокоило. Мы вышли, этот липкий воздух, вот это все. Мы чувствовали электризацию воздуха, напряжение вот этого всего зала. Мы понимали, что вот сейчас мы либо да, либо нет. Для нас это было просто, мы там, мы закончили, у меня такое ощущение, что я вот держал 4 минуты на плечах там вагон метро. То есть у меня вот так вот, мы остановились, у меня так, вот так вот просто, с меня как будто вот сбросили какой-то там свинцовый жилет. То есть это настолько было нервно тяжело. Причем мы там рассчитывали на шестерку, на пятерку и приехали там третьими по короткой. И тут вроде как бы надо за тройку можно зацепиться. То, что чемпионами станут немцы, Савченко-Шелковая, в тот момент сомнений не было. Но какими в итоге будут наши? На соревнованиях уровня чемпионата мира дебютантов обычно задвигают, не пускают в призеры. Но здесь волосожар Страньковым не оставили судьям вариантов. Вопрос стоял только, какую медаль они возьмут? Бронзу или серебро? Мы не ожидали, конечно, что мы в полном. Мы когда-то стали чистыми, ну третьими останемся, сейчас здорово. Когда мы там еще, казалось, китайцев обыграли, то вообще-то... Они только олимпиаде стояли, второй, третий на олимпиаде, меньше года назад. На своем дебютном чемпионате мира волосожар Страньковым заняли второе место. И выиграли они у действующих чемпионов мира, серебряных призеров олимпийских игр в Ванкувере, китайцев Ким Пан, Ян Тон. Сейчас в эти дни Пан и Тон в Сочи. И в стартующем 11 февраля турнире парников они одни из фаворитов. Но не будем забегать вперед. Сейчас давайте ненадолго оставим волосожары Транькова на пьедестале первого в их жизни чемпионата мира и небольшое отступление об их соперниках. Китайские пары — это главная сенсация в мировом фигурном катании 21 века. Вот смотрите, пьедестал Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. На верхней ступени Бережная и Сихарулидзе у Китая бронза, первая в истории. Спустя 4 года в Турине мы стараниями Татьмянина и Маринина выигрываем, но китайцы берут уже две медали. А в Ванкувере... Уже абсолютный китайский триумф. Мы впервые за полвека без золота, а китайские пары занимают сразу две верхние ступеньки пьедестала. В тот момент мы смогли разрушить 46-летнюю историю российского золота. 46 лет. На первом месте постоянно была российская пара. И вот китайская пара смогла обойти. Я, конечно, очень люблю. Отец всех побед китайского фигурного катания, такой Станислав Жук и Игорь Москвин в одном лице. Яо Бинь. Личность легендарная. Вот кадры чемпионата мира 80-го года. Это дебют китайских фигуристов на международной арене. Тот самый Яо Бинь занимает со своей партнершей последнее место. Безнадежное. Про насмешки со стороны иностранцев я не буду говорить, так как мы сами смеялись над собой. Позже я просмотрел видеозаписи соревнований, в частности, соревнований в Германии. Мне было ужасно стыдно. Меньше чем за 30 лет Яо Бинь прошел путь с самого дна до вершины. Абсолютного мирового триумфа. В 80-е годы они не знали, как выполнять вращение, как поднимать партнершу. Это был путь проб и ошибок. Откуда же взялись китайские олимпийские медали? Как они смогли нас обыграть? Китайцы говорят, ничего не придумывали. Взяли за образец советскую модель подготовки звезд большого спорта. Китайскую спортивную систему можно сравнить с пирамидой. Чем шире основание, тем больше шансов, что на вершине окажутся лучшие. У нас в Китае большой выбор молодых спортсменов, поэтому и победителей много. В основании золотой спортивной пирамиды колоссальная селекция. В их спортинтернаты, подающих минимальные надежды детей, набирают в 7-8 лет. Прямо здесь, никуда не выходя, они три раза в день тренируются, здесь же учатся и здесь же живут. Это, конечно, не отель 5 звезд, тесновато, но условия нормальные. Комнаты на 6 человек. В паузах между тренировками домашнее задание, дисциплина и порядок абсолютные. Восьмилетние спортсмены сами моют полы, сами стирают, полностью ухаживают за собой. Точно так же в свое время ребенком уехала из дома и звезда женского одиночного катания Ли Цзюнь, которая в эти дни в составе сборной Китая борется за медали Олимпийских игр в Сочи. У себя на родине, в Китае, Ли Цзюнь уже много лет постоянно живет на базе Олимпийской сборной страны. Впервые на эту абсолютно закрытую территорию пустили съемочную группу из России. И это все территория нашей спортивной базы. Вот мы стоим прямо перед общежитием. Это второй корпус. Там живут юноши-одиночники и парники. База живет по очень строгим правилам. Это государственная команда, сборная страны. Здесь не как в спортивной школе. Все спортсмены живут здесь постоянно. Они вместе едят, вместе тренируются. Все расходы оплачивает государство. Спортсмены обязаны жить здесь, в общежитии. В правилах четко прописано, что спортсмен не имеет права жить где-то еще. Чтобы съездить домой, он обязан получить пропуск. Разрешение от руководства сборной. Вот здесь мы живем. Это коридор нашего общежития. В этих двух комнатах живут тренер и хореограф. Так, это ванная. Здесь комната моей подруги. Это наша ванная комната. В одном коридоре со спортсменами точно в такой же комнате общежития живут их тренеры. Бок о бок, постоянно, 24 часа в сутки спортсмены находятся под контролем. При совместном проживании у нас есть больше времени, чтобы сблизиться со спортсменами. Государственная сборная это требует. Тренер всегда должен смотреть и подгонять спортсмена. Следить за тем, чтобы он хорошо отдохнул. Допустим, в 10 часов вечера лег спать, а не пошел гулять, скажем. То есть для этого здесь тренер, который следит за всем этим вне катка. В таком режиме китайские спортсмены живут почти круглый год. Ли Цзюнь не ходит в школу. В программе обучения только несколько специальных спортивных предметов и английский язык, чтобы нормально общаться с прессой. Жизнь на базе выстроена ради достижения спортивных результатов. И все, что может помешать, жестко пресекается. О том, например, чтобы Ли Цзюнь начала встречаться с каким-нибудь молодым человеком, даже разговоров быть не может. Взаимоотношения с тренерами здесь построены на доверии. Но все равно каждый вечер тренеры, которые дежурят на этой неделе, включат в дверь каждого спортсмена и проверяют, на месте ли он. Главный человек в жизни Ли Цзюнь, как и у многих других китайских звезд большого спорта, тренер. Отношения с которым в большинстве случаев, как и в классической советской системе, строятся по принципу «начальник – подчиненный» и полемика не приветствуется. Эта система еще совсем недавно была основной и в нашем спорте, не только в фигурном катании. Возражать, что бы то ни было, например, таким тренером, как Станислав Жук, Анатолий Тарасов, Валерий Лобановский, для спортсменов было самоубийством. Во многом потому, что в Советском Союзе, как сегодня в Китае, тренеры имели огромный выбор. Количество занимающихся было гораздо больше. И если какой-то талант вдруг оказывался чрезмерно строптивым, система его просто переламывала и брала в обойму другого. Система сломала множество судеб, но исправно давала результат. Нашему герою Максиму Транькову просто повезло, что со своим бескомпромиссным характером он прорывается к мировым вершинам сегодня, а не 25-30 лет назад. В прежние годы вырасти в чемпиона ему было бы очень трудно. Я считаю, что система неправильной, потому что она со мной никогда не срабатывала. Когда я тупо выполнял услуги, там тренеровские какие-то решения, тренерские. И почему с Ниной Михайловной все получилось? Потому что мы пришли и начали вместе общаться, начали вместе идти. Я с Ниной Михайловной спрашиваю, а как вы думаете? У нее первая была. Ребята, как вы думаете, если мы сделаем вот такой вот план тренировки? Ребята, а как вы думаете? Она полностью доверяла нашему опыту встанье. Поэтому у нас все получилось. Нина Мозор родилась и выросла в Киеве в спортивной семье. Ее отец Михаил Мозор – 27-кратный чемпион Советского Союза по теннису. Родной дядя Иван Мозор – игрок сборной Советского Союза по футболу. Мама Светлана Мозор – фигуристка. Дважды выигрывала чемпионат страны в танцах. Нина Мозор встала на коньки в 4 года. Все детство и всю юность провела на сборах рядом с учениками своей мамы. Ее собственная тренерская карьера началась еще в советские годы, во второй половине 80-х. Прошедшая советскую школу от и до, знающая все ее плюсы и минусы, Нина Мозор – тренер новой формации. Для работы с Таней и Максимом она пригласила к себе в команду узких специалистов по технике, по элементам хореографии, по прыжкам. С ней работают лучшие постановщики, стилисты, дизайнеры. И есть результат. В январе 2014 года случилось знаковое событие для мирового парного катания. Ученики одного тренера, Нины Мозор, заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы. Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Ксения Столбова и Федор Климов, Вера Базарова и Юрий Ларион. Все три пары сейчас представляют Россию на Олимпиаде в Сочи. Нина Михайловна – это самый важный, наверное, сейчас в спорте, даже в жизни человек. Как бы она очень опытная, очень интеллектуальная, очень умная, она знает, что когда делать. В принципе, я могу сказать ей, что она наша вторая мама на сегодняшний день. Мы как единое целое, мы одна семья с ней. Волосожар и Траньков оба прошли школу высококлассных специалистов. Максиму технику парного катания ставили знаменитые тренеры – Людмила и Николай Великовы, а Олег Васильев сделал его катание профессиональным и современным. Таня до встречи с Максимом тоже прошла первоклассную школу. С ней работали элитные специалисты – Николай Морозов, Инга Штояр. Но полностью раскрыть потенциал обоих, сделать из двух сильных фигуристов пару, пару мирового класса, сумела со своей командой уже Нина Моза. Как мама вторая, то есть она любая проблема. То есть, не знаю, я даже не знаю, что Нина Михайловна может не помочь, в чем она нам может сказать, и это не в моих силах. То есть у вас в телефоне одна кнопка? Ну, в избранном у меня три телефона. Мама, Таня и Нина Михайловна. Ну, чаще всего звоните? Тане. Тане все-таки? Она же все время рядом. Ну, иногда мы теряемся, она в женский магазин куда-нибудь пойдет, я там сижу, ее жду где-нибудь в кафе. Когда они встали в пару, у Тани и у Максима была отдельная. У каждого своя история личной жизни. Татьяна переехала в Москву вместе со Станиславом Морозовым. Максим привез из Питера свою девушку Александру. Пары жили по соседству, в доме напротив катка. Мы дружили там, общались там. Потом просто само собой получилось, когда там, ну, у нас аж до этого уже проблемы были, поэтому, то есть, ну, за 12 лет много чего было. Как я понимаю, Таня, Стаса, может быть, тоже какие-то были там трения. И я не расстался с девушкой из-за того, что Таня появилась. В два союза они просто изжились. Да, просто я на полгода позже расстался с девушкой, чем Таня с Стасом. То есть это было, я еще полгода был с Сашей вместе после того, как Таня со Стасом. Принял или не принял, я не знаю, что в душе. Стас очень замкнутый человек, Стас непростой человек. Стас приехал в одном статусе, да, объединяя, в общем, в себе все. На сегодняшний день статус поменялся, но он в первую очередь остался тренером этих спортсменов. Мы работаем, мы работаем вместе. И какое-то время назад я сказала ребятам, что мы начали одной командой, у нас есть результат. Поэтому мы не должны менять команду. Отношения Татьяны и Максима начинались, когда оба были уже свободными людьми. Сегодня они вдвоем абсолютно счастливы, находясь рядом друг с другом. У нас очень, вот то, что люди говорят, какая-то химия, у нас действительно есть какая-то химия. То есть мы, так вот, бывает люди ищут, там всю жизнь не находят, а у нас, так вот, мы партнеры, и у нас такие отношения больше, чем у мужа с женой. Настолько много, как бы, проводим времени вместе, что нам уже не достает друг друга, если мы там не видим пару часов даже. Она просто, она и так все время светится, а когда она счастлива, это просто такой комок света идет. Это все видят просто. В последнее время они постоянно вместе, и в радостях, в победах, и в горе. Такое, к сожалению, уже тоже было. В декабре 2012 года на олимпийском катке «Айсберг» первые международные соревнования и сразу высочайшего уровня финал Гран-при. Волосожар Страньковым впервые в карьере в очном противостоянии выигрывают угрозных немцев, четырехкратных чемпионов мира Алена Савченко, Робина Шелкова. Следующий важный старт, как всегда после Нового года, чемпионат Европы. Волосожар Страньковым подходили к нему в идеальной форме. За два дня до отлета к ним на тренировку приходил, наверное, самый преданный болельщик, отец Максима Леонид Степанович. Потом он уехал на дачу. В субботу он уехал вот в этот дом, туда, в Псковскую область. Мы его отговаривали все очень, как-то вот, вот как чутье какое-то было. А он вот просто настаивал. Не знаю, как будто бы вот туда вот кто-то тянул. Сердце Леонида Транькова остановилось 20 января. До отлета на чемпионат Европы оставалось меньше суток. Первый человек, которому мама Максима сообщила о трагедии, была тренер Нина Мозор. На ее плечи легла ужасная ответственность. Именно ей родственники поручили принять решение. Говорить Максиму о смерти отца сразу, или сказать после важнейшего для него чемпионата Европы. Это ужасно для многих обывателей сейчас вещь скажу, но если бы она сказала, что мы будем утаривать, мы бы сказали после. И отец бы это одобрил. Танюше я позвонила, и я говорю, Танюш, я не смогу не сказать ему вообще, что мы улетели. Я хочу, чтобы мы оставались той же командой. Поэтому я не буду брать на себя такую ношу, с которой я не справлюсь просто даже физически и психологически. Поэтому я считаю, но и Татьяна тоже мне сразу сказала, нет, Нина Михайловна, давайте надо говорить. И я до сих пор помню, когда мы приехали к Максу домой, я вообще не знала, как об этом говорить. То есть я в ужасе была, потому что... Ну, это ситуация, форс-мажор, до такой степени, да, я помню, как у меня волосы на голове шевелись, как у меня они имели руки, ноги. Они дали трубку мне, его как бы подготовили. Он говорит, я уже понял, что у нас что-то в семье случилось. Ну, вот я уже ему сказала, что Максим, понимаешь, у нас такая беда, папа умер. Я сама была в таком шоке. Мне кажется, может быть, мы с Татьяной Михайловной были более неадекватны, чем Максим, да. То есть он, конечно, ему хотелось сразу же полететь в Пермь, поддержать и маму, и брата. Мы ушли с Татьяной, и Максим сам, когда был готов, он пришел к нам, и как мы обсуждали, и говорили, то есть для нас решение тогда Максима, для нас было законом. То есть я сразу сказала, твое решение, это закон для нас, что ты решишь, так и будет. Лететь на чемпионат Европы или нет? Это решение принимали два брата, Максим и Алексей Транькова. У меня совершенно не было сомнений в том, совершенно не было сомнений в том, что отец хотел бы, отец наставил бы, чтобы он ехал и катался. Когда мы созвонились, он спросил у меня, как быть. Сказал, какой вопрос, как быть. Катайся для него, катайся ради его памяти. Он бы этого очень хотел. Загреб, 23 января. Спортивные пары вышли на лед в первый же день чемпионата Европы. Всю жизнь я буду помнить, как он уходил на старт, когда он подъезжает и своими огромными глазами, озерами голубыми, смотрит тебе в глаза, и ты понимаешь, что он пытается увидеть в твоих глазах ответ, что он должен сейчас делать. И вот в Загребе он отъехал, а у меня потекли слезы. Максим за два дня до старта потерявший своего отца. В этой ситуации флассажары Транькова предстояло бороться с мотивированными до максимума четырехкратными чемпионами мира из Германии. У меня там несчастье в семье, и нам было не до немцев вообще. И мы выиграли. И мы поняли, что нам не надо соревноваться. Нам надо просто кататься, свое делать, как мы умеем, не пытаться их достать. И мы просто выиграем в одну калитку. Вы помните в прокате? Не знаю, не помню. Я Европу вообще не помню. Этот турнир стал переломным в мировой иерархии парного катания. Преимущество волосожара Транькова было подавляющее. Конечно, это было очень тяжело. Когда они выиграли, я звоню Нине Михайловне, и она плачет. Она говорит, потому что это были самые тяжелые соревнования. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Анатолова словожара Ваш с ним пройдет. Как он говорил, что я катался для отца. В память об отце. Леонид Степанович всегда был рядом с нами. Он в интернете всегда был самым активным болельщиком. Письма там все читал. Иногда что-то нам рассказывал, помогал чем-то. Он очень активно жил этим. Они очень близки с Максом, конечно, и сам спортсмен. Конечно, сейчас она немножко с другой стороны, но помогает нам тоже. Почему для меня такая большая трагедия еще была? Потому что за год до Олимпиады и человек, для которого я катался 25 лет в жизни, в самый важный момент там уходит. То есть для меня это было такое, прямо, я не мог там поверить, почему, как это так может быть, что за год, ну год, какой-то там год подождать и все там. И уже как бы я там буду состоявшимся спортсменом, там может быть такая мечта его сбудется, что я вот там добьюсь чего-то. Отец Максима мечтал, чтобы его сын поднялся на Олимпийский пьедестал. Сделал то, что в свое время не удалось ему самому. В середине 80-х Леонид Траньков был одним из лидеров сборной Советского Союза по конному спорту. Он готовился к Олимпиаде в Лос-Анджелесе, но судьба не дала ему шанса побороться за медаль. Наши спортсмены на играх 84-го года из-за бойкота не выступали. С уходом отца у меня в жизни поменялось очень многое, потому что я стал его чувствовать очень сильно, даже чем больше, чем когда он живой был. То есть он у меня всеми рядом был. Особенно там первые полгода вообще, то есть я на старт выходил и мог сказать там, я прямо начинал волноваться, я мог сказать там, пап, помоги там, мне вот сейчас, мне там нужна твоя помощь и там, обратиться как-то к ним. И у меня вообще сразу же снилось так. Спокойно, хорошо, я так уверенно выходил, катался. То есть у меня полгода вообще, я его чувствовал прямо вот у меня за спиной стоил. С памятью об отце в своем сердце спустя два месяца Максим с Татьяной прилетел на чемпионат мира. Важнейший, по которому весь мир фигурного катания ориентируется, намечает лидеров на следующий олимпийский сезон. На произвольную программу волосожар с Траньковым вышли лидерами после короткой, но права на ошибку как всегда у них не было. И тут я вот взял и вот на коленку на это встал, а сейчас у меня минус балл и как раз мне не хватит там две сотые, чтобы выиграть опять чемпионат мира. Я весь такой в расстроенных чувствах, а Таня скачет, кричит, что мы выиграли, потому что она видела, что у немцев маленькие оценки, а я не видел. И я стою, чешу голую, говорю, так я же упал. Она такая говорит, да плевать, ты бы два раза упал, мы все равно выиграем. И потом, когда мы, естественно, там 30 баллов выиграли, мы поняли, что ну 30 баллов это пропасть. В марте 2013 года в Канаде Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли первый в своей карьере титул чемпионов мира и приехали в Сочи в статусе действующих мировых чемпионов. Остались такие добрые чувства, воспоминания, просто это счастье. Я говорила уже, что катаюсь не только для себя, я знаю, какого стоять, как бы Нина Михайловна и Стасу за бортом, то есть, и я понимала, что это вот оно, это совершилось. Я вижу, что Таня счастлива, что мама сидит перед телевизором дома и она рада, что Нина Михайловна рада, что все люди, которых я люблю, болельщики счастливы, я чувствую каждую это вот в зале от своих болельщиков, вот это вот, когда они кричат там «Мы вас любимый там», и они там просто, я понимаю, насколько им понравилось, как мы выступили, я вижу, что они встают и хлопают, то, конечно, я от этого кайфую. На старте олимпийского сезона волосожар и Траньков представили две новые программы и обе успешные. Короткую, подваль с Хачатуряна из балета «Маскарад» уже сегодня называют классикой парного катания. 6 февраля в Сочи во дворце спорта «Айсберг» Татьяна и Максим катали эту программу в командном турнире фигуристов и снова были лучшими. Но это только начало их олимпийского пути. Сейчас волосожар и Траньков вместе со всеми болельщиками нашей команды ждут, как выступят их партнеры по сборной России. Судьба медалей олимпийского командного турнира фигуристов решится 9 февраля в 22 часа по московскому времени. А спустя всего день начнется олимпийский турнир в парном катании уже в личном виде, где мы тоже будем болеть за всех наших. Сборную России представляют Ксения Столбова Федор Климов, Вера Базарова Юрий Ларионов и действующие чемпионы мира Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Первая пара. Редактор субтитров А.Семкин